Еще в январе планы Брестских дорожников, ремонтирующих транспортную артерию города, сначала нарушили циклоны Даниэла и Эмма, а затем затяжные дожди и снег. Как итог, условий для реставрации дорожного полотна не было почти всю зиму и начало весны. Если сухо, морозно, мы делаем ямочный ремонт. Если пришла благоприятная пора, мы начинаем другими способами работать. То есть вырезаем карты, ремонтируем при помощи горячего асфальта площади, сплошным асфальтом перекладываем участки дорог. А последние две зимы, они не дают нам возможности толком содержать город в очень благоприятном состоянии, потому что постоянно или снег, или вода. И вот, наконец, сегодня теплая сухая погода позволила ремонтникам возобновить весенний сезон реконструкции Брестских дорог. Одна из первых бригад дорожно-эксплуатационного предприятия появилась в районе Брестской областной больницы на улице Медицинской. Ямочный ремонт работники делали с помощью машины чешского производителя «Силкот», которая была приобретена дорожным предприятием в феврале прошлого года. Напомним, ее преимущество в особом принципе работы, который существенно продлевает жизнь ямочному ремонту. Кроме этой техники, на борьбу с дырами в асфальте вышла и другая. Мы уже даже пытаемся выпускать машины, которые у нас ямочный ремонт исполняют методом инъекционно-струйным. Это Макпачери, так называемые, Астра, Тайфуны. У нас четыре машины есть. И мы уже в этом году выпускали, были благоприятные такие, как я говорю, форточки погодные. И мы уже пытались сделать. Мы уже прошли Московскую, Машерово, Ленин, Центральный путепровод, Красногвардейскую, немножечко Карломарса. Что касаясь сплошного асфальтирования, которое, конечно, нам хотелось бы в первую очередь выполнять, то, так сказать, планы у нас есть, но они будут зависеть, исполнение этих планов будет зависеть в целом от исполнения бюджета города. Будут деньги, так сказать, все у нас проработано, говорится, мы готовы к этой работе. Ямочный ремонт на основных магистралях Бреста планируют завершить к 1 мая, одновременно с месячником по благоустройству города. Затем все силы ремонтника будут брошены на реставрацию асфальта в дворовых территориях областного центра. В целом на содержание и ремонт уличной дорожной сети города предусматривалось более 30 миллиардов рублей. Однако, с учетом вынужденного сокращения дотации из исполиканского бюджета, эта сумма была снижена и сегодня составляет порядка 10 миллиардов. Эти цифры озвучил на встрече с представителями медиапространства Брещины губернатор региона Анатолий Лис. Мера вынужденная, но вместе с тем была подчеркнута, что все запланированные ранние ремонтные работы будут выполнены. По Бресту в 2016 году планируется выполнить реконструкцию второго участка по улице Пионерской от улицы Янки-Купалы до путепровода железной дороги. Реконструкцию первого участка завершена, о том, что я говорил в 2015 году. Финансирование предусмотрено из Дорожного фонда. В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. Также проектом предусмотрено уширение проезжей части улицы, замена дорожного покрытия, устройство тротуаров. Работы планируется начать в мае текущего года.